Александр Гамов, Комсомольская правда. У нас есть такая рубрика «Вопросы на засыпку», поэтому я ответы, в отличие от коллег, не буду вам подсказывать, Владимир Владимирович, если позволите. Садитесь. Вы у нас в стране политик номер один. А кого, на ваш взгляд, можно назвать политиком номер два по степени влияния? И есть ли у вас уже преемник? Спасибо. Можно сесть? Вы действительно ставите меня в трудное положение. Вы знаете, у нас много политиков, причём людей очень опытных уже. Я их перечислю. И вы все имена и фамилии хорошо знаете. Лидер коммунистов Зюганов Геннадий Андреевич. Ничего смешного здесь нет. За коммунистов голосуют миллионы людей. Он известный политик. У него свои взгляды на вещи. Со многими из них я не согласен, не разделяю их. Многие, мне кажется, вполне реалистичными, особенно в международных делах, да и в некоторых социальных вопросах тоже. Хорошо известен Жириновский, Владимир Владимирович. Да, он такой эпатирующий и талантливый человек. Но я могу сказать, что очень много здравых предложений звучит от него. Здравых вполне. В своё время я пригласил в Москву Миронова Сергея Михайловича. Я думаю, что многие со мной согласятся, что он стал действительно независимым и серьёзным политиком федерального масштаба. Послушайте, у нас есть ведущая политическая сила, ведущая партия, которую возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев. У него огромный опыт государственной работы. Сейчас он погружается в хозяйственную работу. Знаете, я, конечно, знаком со всякими рейтингами и так далее, но что я могу сказать? Что эти рейтинги рисуют достаточно грамотные люди, специалисты, но реальная жизнь сложнее, чем рисование вот этих рейтингов. Поэтому я бы не стал так, знаете, всё это, спокойно к этому относиться. Появляются совсем новые люди, оппозиционно настроенные, либо неоппозиционно настроенные к власти. Те, кто оппозиционно настроены, они стараются, конечно, добраться, куснуть главного, потому что это же всегда поднимает собственный рейтинг. Это общее правило поведения всех оппозиционных партий в мире везде. Поэтому это такой известный, просто тривиальный приём. Ну, в принципе, вполне правильный для людей, которые хотят себя заявить. Ну, выпрыгивают из штанов и ругаются. Как у нас, ну, правда, надо аккуратнее это делать, потому что, как у нас в деревне говорят иногда, без порток можно остаться. Ну, хорошо, если есть на что посмотреть, а если особенно нечем похвастаться, конфуз может быть, конец карьеры. Поэтому, но в целом, что я хочу сказать, но в целом это правильный, очень хороший процесс, что у нас появляется всё больше и больше людей, которые не только считают себя политиками, но часто считают себя первыми. Первыми. Поэтому вы так осторожнее высказываетесь. Кто первый, это ещё неизвестно. Может, они как раз первые есть. А? А, насчёт приёмника не сказал, потому что нечего говорить. КОНЕЦ КОНЕЦ